это наш второй стрим меня зовут сергей мазур мы сейчас будем вам показывать катамаранчик мая 44 этот обзор мы сделали в 2018 году как только купили лодку сейчас уменьшу звук немножко фоновый помню антон ругался что я на этом видео очень толстый и плохо говорю я специально для антона поработал на это речи и похудел два года не прошли до 2 года спорт правильное питание так представим гостей наших сегодняшних главный гость у нас антон окопов дилер верфи фонтейн peugeot официальный представитель в россии компания бот маркет у него называется сейчас мы даже выведем красивую подпись чтоб все увидели вот так антон окопов бот маркет я со временем овладею уже нажатием кнопочек нужных но сейчас у меня пока все так вручную награда на азиа бот вон а затем и на мотор бот в категории лучшая моторная в 2018 году на большого бюссельдорфа эта модель признана европейской моторной яхты года туша антон ну да вот мы тут остановимся тогда сразу же и хочу тебя спросить по поводу всех этих наград то я в них не особо верю вообще-то имеет какое-то значение в реальности для людей или нет я хочу сказать что у меня 15-летний опыт по продаже блогов ну могу сказать что да и имеет значение имеет значение для того чтобы клиенты обратили внимание на плод первую очередь то есть это конечно же не является каким-то ключевым решающим фактором при принятии решения можешь погромче говорить немножко то говорят тебя плохо слышно являются решающим фактором при принятии решения о покупке лодки но получив награду люди лодка привлекает себя внимание и я могу сказать что эти награды может быть они конечно не на 100 процентов но чаще всего они соответствуют действительности то есть любая лодка получившая награду она интересна она интересна и наверняка 8 процентов заслужила то внимание которое оценили там оценил жюри и поэтому да я считаю что да это имеет значение это достаточно объективно совершенно вот это power борт то что дается в дюссельдорфе называют даже оскаром яхтином да если не ошибаюсь ну да называть называют называть можно как угодно дюссельдорфская награда кстати говоря вот дюссельдорфские награды действительно объективно вы можете со мной не согласиться но мне кажется что в этом в этом мире коррупция развита еще не настолько сильно как в других областвах когда лодку покупали эти честно скажу что мы не смотрели на ее награды мы смотрели на нее в живую и прокатились она нам понравилась ну ты присутствовал да как происходило вся эта история мы и мы покупали себе в чартерную компанию эту лодку кстати с нами сегодня должен быть николай грушин не знаем здесь или не здесь пусть мне мои коллеги которые помогают вести готовить этот эфир и прошлый эфир надеюсь будут помогать с будущими эфирами присутствует но если не присутствует то мы его чуть попозже подключим когда он придет шкиперы ходят постоянно на нашем и май 44 который называется фьюжен и к нему тоже достаточно много вопросов потому что он может нам на них помочь ответить на все эти вопросы но было бы интересно да было бы интересно его послушать и на с нами с нами еще кристина она сейчас находится сейчас я выведу на экран чтобы все на нее посмотрели она сегодня находится на катамаране фьюжен у нас сейчас даже мы и звук включим чтобы она могла со всеми поздороваться привет кристина здравствуйте дорогие друзья да я вот имею счастье пребывать на нашем самым любимым катамаране фьюжен так что если будут вопросы такие бытовые интересы с удовольствием вам покажу и расскажу да в режиме реального времени вы можете спрашивать и кристина пойдет по катамарану посмотрит что там нужно кнопочку какой-то нажмет или проверит в реальности то о чем мы говорим вдруг нам кто-то не верит или сомневается в наших гашетку пол и уеду куда-нибудь разгоняется до до 30 узлов это катамаран так ну что сейчас вернемся к антону окопову и продолжим смотреть видео там сразу же мы его остановим будут вопросы по безопасности ну начнем обсуждать начнем смотреть дорогие друзья добрый день наш обзор посвящен одному из флагманов французской версии фонтейн пожар моторному катамарану и май 44 наш катамаран с номером корпуса 9 находится на базе чартерной компании simple sail в хорватии в живописном и уютном месте слана в 35 километрах от туристического центра южной далмации города дубровник да отлично обсудить вопрос безопасности я вот здесь на видео стою держусь правой рукой за рубку а скажи пожалуйста существует ли какие-то более безопасные истории чтобы эта рука я не просто держался за надстройку а мог схватиться за какой-нибудь рейлинг меня с бака не снесло когда погода плохая да конечно без проблем я не помню на момент заказа конкретно фьюжина существовала ли подобная опция но сейчас существует опция как раз рейлинг на вот этой части крыши рубки за которую ты держишься сейчас вот опционально туда можно поставить либо один рейлинг на одну на каждую сторону 1 либо 2 то есть по всей длине вот изначально их не сделали я думаю с точки зрения какой эстетической да потому что ну лишняя какая деталь до могла нарушить гармонию линии но да это никаких проблем нет это опция стоит правиль трехсот евро значит у тебя будет поручить с обеих сторон фактически ты одной рукой держится за леер другой рукой за рейлинг который на крышу спасибо большое дверь сейчас работает как-то надо увеличением количества опции то есть меняется ли что-то в прайс-листе год от года нарабатывается или как модели ну прайс-лист конечно же меняется но я бы не сказал что увеличивается количество опции и что-то такое глобальное изменилось с тех пор как была заказа вашего заключением каких-то деталей но с тех пор верши делал целый отдел который занимается кастомизацией для клиента и фактически огромное количество пожеланий клиента по до оборудования лодки можно реализовать непосредственно версии но уже как бы по индивидуальным опциям да скажем так они не включены в прайс-лист да но по запросу ты можешь получить цену и это будет смонтирован на версии я соответственно попадать в рамках сертификации в рамке сертификации спасибо большое антон так ну что продолжим тогда смотреть тут просит в роль немножко погромче включить но у меня пока это не сильно получается но я попробую я сделаю все возможно опять же технические технические трудности но трудности настолько закалять здесь располагаются хорватские офисы флот симпл сайл это новые парусные моторные яхты и катамараны на причале имеется электричество вода душевые в шаговой доступности находится супермаркет катамаран mi 44 fusion был спущен на воду в феврале 2018 года во французском лирошеле после комплектации необходимым дополнительным и спасательным оборудованием и прохождением приемных испытаний он прибыл на нашу базу в слана в апреле fusion это название характеризуется сочетанием казалось бы несочетаемых стилей и традиций в искусстве музыки архитектуре дизайне это название олицетворяет целостность и гармонию а ведь именно гармонию дарит нам море волны и яхтинг mi 44 сконструирован с соблюдением повышенных требований комфорту и безопасности современный дизайн великолепные интерьерные решения функциональность неплохие мореходные качества отличает катамаран фонтейн пожо от других схожих моделей сейчас мы расскажем об основных особенностях mi 44 обзор еще одного нового катамарана mi 37 вы можете посмотреть на нашем сайте simplesail.com или на официальной странице в фейсбуке для нас немножко пропустили тут меня отвлекают горят зуме не слышно да кто-то даже вот руку поднял наверно хоть что-нибудь сказать давайте я чат открою в зуме нет звука горят на максим волков горит зуме нет звука сейчас мы будем с этим что-нибудь придумывать почему в зуме нет звука может вы меня не слышите потому что у вас неправильно настроено ваше устройство так нет звука зум звук тебя тебя слышу максим волков горит меня слышит так ребята как-то вы уже определитесь слышно меня или не слышно или вам ролик не слышно было в зуме ролик было не слышно чего молчите я же не знаю слышно вам не слышно понятно так сейчас мы попробуем решить этот вопрос а сейчас сейчас меня слышно в зуме антон не слышно наверно на антон как слышь как системе сделаем алло антон привет как слышно а сейчас я ролик запущу судно 13 и 6 десятых метров ширина слышно шесть с половиной осадка 1 и 3 слышно ролик нет ролики ролик было не слышно ясно жалко ну слушайте что я могу поделать жалко что не слышно сейчас мне это все быстренько не исправить ролик говорят не слышно она будем тогда суфлировать и поговорим у нас на картинке сейчас катамаранчик нарисован его лейауты я хотел до этого обсудить немного платформу потому что у нас были вопросы по платформе и даже есть фотографии платформы сейчас мы откроем эту платформу чтобы все увидели тогда пока без ролика то нас так трап стоит и один из основных вопросов от пользователей этой лодки был что не очень удобно расположен трап он крадет место с платформы неудобно неудобно перебираться по трапу и уменьшается размер лодки то есть лодку не поставить во всю ее ширину и плюс трап еще короткий он не достает до причала если полностью выдвинутый антон как можешь прокомментировать мы кстати я сразу поправлюсь мы не пытаемся тут антона загнобить и сказать что лодка плохая потому что в любой лодке есть какие-то плюсы есть минусы есть недочеты и я думаю что через несколько обзоров мы уже насобираем минусы которые есть у всех лодок плюсы которые есть у всех лодок так или иначе и сможем нормально всю эту историю скомпоновать и уже ориентироваться с поводом пароходах так на тонну что скажешь по поводу трава по поводу трапа к сожалению это решение пожалуй что единственное возможно на этой лодке значит собственно я не знаю какой трап вы использовали а все знаю понял на какой лодке вы их использовали платформа огромная и поэтому найти трап тот который на три метра бы выдвигался от берега невозможно собственно говоря приходится выбирать либо ширина платформы либо либо трап который будет доставать успешно любого причала вот место для инсталляции трапа такого встроенного который выдвигается изнутри до лодки нету вот то есть конфигурация моторных отсеков такова что его туда не делаешь поэтому ну да наверное так сказать это есть такая есть такой недостаток вот но при этом трапа двигающиеся влево и вправо да не только формовую часть вот и каких-то случаях его можно как хочет экрана там использовать да если платформа предположим не не опускающиеся а вот вот здесь боролся я думаю что это возможно да антон спасибо большое сейчас я кстати попробуем вывести на экран ролик уже из другого источника и может быть звук с него будет слышен плюс мне подсказывает что к нам в гости стучится случится шкибер николай грушин вон он на подходе сейчас мы его включим и он нам по поводу этой лодочки еще что-нибудь побольше расскажет поделиться я надеюсь что все кто нас слушают зададут какие вопросы антону пока он здесь чтобы в режиме реального времени он смог ответить и давайте поздороваемся с николаем проверить тем извините что поздравил коль при этом я очень ждали уже начали но я надеюсь что ты тут нам поможешь много в чем хорошо если какие то есть вопросы жду их да представим это коля грушин он у нас ходят шкипером в основном на катамаране май 44 фьюжен знает вдоль и поперек и также сможет с практической точки зрения ответить и сказать что-нибудь коль давай пока я тебя пока я тут настраиваю немножко звук расскажи пожалуйста твои ощущения от кормовой платформы вот здесь на фотографии если ты хорошо видишь показан трап который не дотягивается до до платформ до причала и крадет место на платформе то есть тузик получается что меньше можно поставить неполноценный тузик у нас стоит на катамаране обычный деревянный трап но что ты думаешь вообще по поводу кормовой платформы какие у тебя есть пожелания к производителю антона копов тебя слышит скажи что-нибудь ну кормовая вот если в таком виде трапик который не дотягивается чуть-чуть переходит за край к платформы то на мой взгляд он не эффективен совсем потому что и так можно подойти достаточно близко к берегу с такой платформы поставить деревянный трапик спокойно сойти то есть никаких проблем я не вижу а так я вижу что он только занимает место ну как бы не такой эффективный чтобы он был длиннее например на метра на полтора на метр дату я думаю что можно было бы с ним работать хорошо по поводу кормовой платформы я так понимаю что там опционально может устанавливаться с гидравлическим опусканием да все верно можно сказать гораздо удобнее снимать и поднимать тузик потому что одному я потом научился это делать один но как правило сюда прибегал в помощи гостей или помощников которые у меня были да я за научился я забыл сказать что на нашем катамаране платформа не опускается она стационарная но там просто денег много стоит та которая опускается вниз поэтому если бы мы шли на встречу по всем пожеланиям шкипера то катамаран был бы золотой поэтому иногда приходится идти на какие-то жертвы лодка коммерческая у нас но на верфи сейчас верфи кастомизирует очень сильно идет навстречу клиентам и может установить все что угодно на лодку плоди космических двигателей так у нас у нас установлена достаточно удобная система то есть она приемлемо она работает удобно приноровившись одному достаточно удобно система полиспаста тянуть из воды скидывать одному тоже может там немножко там знав где надавить приподнять можно так у меня вопрос сейчас будет к тем кто смотрит нас в зуме я включу видео вы скажите слышно или не слышно тот ролик который сейчас идет я не слышу я то слышал коль нет нет я не слышу голоса нет понятно но видимо это вот одна еще какая-то техническая у нас проблемка почему-то с которой я так и не смог справиться ну ладно что делать что делать но сейчас попробуем секундочку у нас может быть будет решение спасибо спасибо сушки ну что делать вы тогда можете у себя включить этот обзор и но давайте просто поговорим о лодке обзор обзором но можем начать с ходовых характеристик раз тут коля к нам пришел мы тогда можем поговорить о расходе топлива о том как эта лодка двигается у нас на нашем май 44 установлены айпи с 600 двигатели коль скажи что ты думаешь по поводу ходовых характеристик здесь у нас нарисовано что лодка может разгоняться аж до 23-24 узлов я лично разгонялся до 24 на этой лодке но в самом начале а как у тебя получалось не слышно у нас почему-то ну пока николай настраиваю а следующему звук он почему-то отключился заколь говоря слышно да я тоже разгонял где-то до 24 и и она где-то наверно после 15 узлов она выходит на глиссирование если подработать флапсами хорошо на так раз выходит и крейсерская скорость для меня была такая оптимальный режим расхода и скорости это где-то 17-17 урок я про я правильно понимаю коль я правильно понимаю что это с полными баками да можно лодку взять тогда ты разогнать легко антон антон ты что-то хотел сказать да если говорить про максимальный показатель скорости то я лично разгонял лодка 29 узлов да вот это был корпус номер один с такими же моторами как на фьюжене вот значит я не могу сказать про заполненность баков там в тот момент но людей было много на лодке там порядка семи человек вот ну да скоростные характеристики до максимальную скорость наверно можно сказать в лодке которая нагружена топливом и водой и ну свеже покрашенная конечно ясно спасибо антон к нам вот алексей жидков просит хочет задать какой-то вопрос сейчас моему дадим право право высказать право высказаться лёш привет всем привет слышно надеюсь да слышно я я собственно готов ответить на любой вопрос я не понял нету непонятно значит подсказывает как-то так значит вопрос который у нас был на ютюбе говорят что вот ты на него может правильно и грамотно ответить сколько времени требуется для владения швартовкой маневрированием в маринах на этом катамаране какие особенности кроме габаритов до вопрос комментариев отвечай ну на самом деле если уже изна изначальные базовые знания есть и опыт на других тип судов либо на парусных либо на моторных то на самом деле процесс это привык привыкание не так не такой сложный не такой долгий все это придет по времени займет в пределах пары дней на самом деле максимум потому что так как катамаран все-таки уже такой можно сказать лакшери комплектации кучу всяких при бомбасов типа джойстиков джойстиков на корме для подхода удобного то есть можно уйти пусть уйти с поста на корму и подходить уже непосредственно управляя постом кормовым по остальным особенностям катамаран естественно довольно как бы легкий и довольно большая у него парусность из-за того что он высокий у него флайбридж есть небольшие отличия если сравнивать например с парусными но как бы они не то чтобы очень очень сильный принципе катамаран в управлении довольно легкий вот все сделано для облегчения управлять можно одному но все сделано для того чтобы один человек мог справиться сам понятно спасибо ты согласен слежу он для что-то на лодках меньше ходит тебя сейчас раньше правда ходил очень много колен коля опять видим отключился надо опять включать звук он всегда выключает я думаю колец согласиться да да ты слышишь согласишься или будешь спорить я да я соглашусь лишь и достаточно легко обучиться швартовки и управление данного катамарана вот не мне было всегда на нем легче швартоваться чем на двухрычажном где напрямую тяги присоединены к двигателю здесь электронные электронное управление достаточно легкая интуитивная и удобная очень и что касается джойстика джойстиков тоже буквально у меня у меня люди швартовались уже я послал на второй день на таком катамаране были у меня гости которые имеют лицензию и просто хотели попробовать как это швартовать такой катамаран нужно на второй день спокойно швартовались но это все благодаря джойстику но раз мы такую щекотливую тему джойстика затронули я думаю что у всех пользователей потенциальных те кто хочет взять лодку в чартер или купить или попробовать эту лодку их вот джойстик как раз интересует и система IPS которая установлена на этом катамаране антон можно послушать сначала тебя что ты скажешь как говорят наши друзья из украины за IPS и потом мы тебе попробуем контраргументов накидать что нам не нравится да конечно ну все мои пески как вы знаете уже лет 15 точно могу сказать но 10 лет назад уже мне приходилось продавать лодки с IPS поэтому на данный момент она уже избавлена от детских болезней и является настолько там очень слабым звеном она не ломучая совсем вот это достаточно надежная штука на данный момент вот у нее конечно же есть определенные недостатки в смысле того что она не защищена винты не защищены значит и хотя с другой стороны даже валовые линии винты винты тоже могут пострадать при столкновении с темпи там препятствием плавающим подводом и так далее но всем IPS обладает серьезным преимуществом по поводу энергии эффективности да то есть заявлено 30 процентов больше эффективности по сравнению с валовой линии конечно это наверное несколько оптимистично да но процентов 10-15 это точно это гарантированно да то есть экономия топлива за отчет системой IPS достигает там 15 процентов по сравнению с валовой линии это раз во вторых конечно удобство управления удобство управления о том о чем ребята говорили ну то есть это компьютерная игра любой любой человек даже совершенно не подготовленный если не будет как бы ветровой нагрузки то есть при хвартовке может справиться этой системы ну даже практически вообще не подготовленный нужны буквально азы да это серьезное преимущество по обслуживанию по обслуживанию да тоже дороже конечно чем на редукторы валовые валовые линии вот но последнее поколение отец не требует ежегодного поднятия вот сразу два года можно поднимать лодку и значит обслуживать масло меняется в колонке IPS меняется не без подъема лодки из воды спасибо так что да свои преимущества и недостатки но в целом конечно за счет энергоэффективности я думаю что какие-то затраты на ее обслуживание они окупятся ну да IPS это удобно это красиво это это легко но вот у нас у нас вот есть тот комментарий один сейчас я его даже попробую вытащить на его в ютюбе нашли вот тут товарищ пишет что звук меньше выхлопных газов меньше меньше места за счет установки IPS у вас увеличивается количество мест в салоне ну в каютах каюты получаются больше то есть не натянуть валовую линию но есть один большой недостаток когда у вас что-то происходит вам приходится обращаться к местным дилерам volvo penta и сразу же как только вы обратились к местным дилерам volvo penta вы тут же тут же столкнулись с огромным количеством проблем Коля что скажешь по поводу IPS по поводу его обслуживания стал сталкивался ли ты с какими-то проблемами в IPS 600 или IPS 400 у меня один раз потерялась и один единственный у меня была проблема потерялась связь с компьютером одного двигателя на заправке и один двигатель не завелся но там благо есть приключатель когда можно напрямую просто законнектить двигатель и завести его после этого когда прибыли на базу все проверили посмотрели все контакт появился то есть вот может быть где-то какая-то там что что-то где-то отвалилась потом обратно присоединилась то есть это вот единственная проблема была больше проблем не было Леша а ты ты за IPS или за волы Леша надо звук видимо включить у нас Алексей управляющий базой в Черногории вот он может наверное нам рассказать много историй по поводу общения с дилерами volvo penta Леша расскажи ты за IPS или за волы ну в плане эксплуатации коммерческой я конечно за волы вот потому что естественно чем проще конструкция тем она и надежнее проще в обслуживании но на этом преимущество волов заканчивается с точки зрения управления эксплуатанта непосредственно то есть капитана экипажа естественно IPS намного лучше удобнее ну и эффективнее собственно по своим параметрам но все 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 что касается об обслуживания общения с дилерскими центрами volvo это конечно накладывает свой некоторый отпечаток потому что не всегда возможно быстро и оперативно получить какие-либо запчасти либо произвести тот или иной вид сервиса но тут уже выбор выбор между удобством удобством эксплуатации и удобством обслуживания потому что больше подходит понятно все так спасибо не я конечно за волы и сам потому что IPS красиво хорошо но если на лодке зарабатывать деньги то только 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 волы один комплект винтов на одну колонку на IPS стоит порядка двух с половиной или трех тысяч евро если я правильно помню собирал данные перед эфиром но немного запамятовал около 2600 евро это стоит на колонку и проблема то основная в том что не даже не не в том что стоит это дорого а в том что достать это нереально возить приходится из Австралии а винты только в Австралии есть на IPS 600 да тоже мы сталкиваемся в регионе не с такими особенностями во время поиска запчастей так а я вот тут уже в своем видео дошел до салона для тебя звук кстати пошел уже там да ладно вы звук слышите ничего себе нет подождите как вы можете звук чуть-чуть чуть-чуть сейчас давайте но резвук ну каким-то фоном слабо слабо фоном ладно с этим мы будем потом разбираться потому что сейчас тратить время на то чтобы восстановить звук это не интересно вот у нас тут на картинке салон открылся я вот скажу честно я обожаю дизайн фонтейнов он мне нравится из всех лодок этого класса типа ну там до 45 до 50 футов масс-маркета дизайн супер прям вот лучше практически лучше всех и дизайн лучше всех но есть нюансы по салону и вот сейчас давайте мы пройдемся немножко по салону что мне не нравится что меня бесит в любой лодке современная чего волосы на моей голове дымом встает это отсутствие розеток розеток практически нигде нет вот там где сидят люди здесь вот здесь вот на видео показывается сейчас где диванчики вот вы садитесь туда с ноутбуком в дальний угол где всех всех удобнее а там розетки рядом нету то есть вам чтобы подключиться нужно тянуть удлинители и это прям портит весь вид когда у вас провода по лодке проходят и вы подключаете свои устройства гаджеты все и отсутствие usb розеток вот только недавно пару лет назад их стали ставить на лодке но их все равно мало я тут даже подготовил специальную картиночку вот сейчас я выведу на экран значит это носовая каюта для детей шкипера здесь usb розетка и розетка находится с одной стороны кроватки получается что если два человека там живут им приходится драться устраивать жеребьевку кто этой ночью будет спать в розетке чтобы подзарядить свой телефон и во время зарядки втыкать в него читать там что-нибудь ну блин над этим не кажется можно поработать понятно что любой пользователь любой судовладелец может всю эту историю доработать когда лодку возьмет до напильником но хочется иметь все таки что-то в базовой комплектации более пользовательская боль больше юзабилити антон давать защиту скажи вот розеток на катамаранах да я могу сказать что в салоне если мы говорим провалимай 44 в салоне 3 . подключения 33 розетки фактически да где-то она даже двойная на кухне на по моему вот у поста управления и так что колдива три точки подключения розеток да значит по салону я бы сказал что этого в общем-то достаточно вот потому что ну так перегружать точками подключения розеток не совсем не совсем целесообразно по каютам ну да возможно двух сторон было бы интереснее открывать чтобы везде они были ну да наверное можно было бы но я не считаю это каким-то серьезным недостателем для яхты в салоне 33 точки вполне вот мое мнение такое таковое по поводу я не знаю как во фьюжене вот последний лодки который раздавал буквально 2-3 месяца назад в каждой точке подключения в каждой розетке есть избирать понятно понятно слушай давай я тебя сейчас добью еще одним ударом справа ну и на кому-то остановились сейчас и здесь очень хорошая индукционная плита газовая плита можно и так и так кому как нравится а вот сверху находится шкафчик мы его открываем посуда падает разбивает индукционную плиту на года готовим жар поднимается от плиты и прям очень 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 нагревает поверхность декоративную шкафчиков и вот под шкафчиком от плоской поверхности ну ты здесь обозначил две проблемы первое это то что посуда падает во первых шкафчик до защелки не что посуды посуды чтобы не падала надо у причала стоит так не ты же достаешь оттуда когда в море идешь вышка фигку попить или приготовить что-нибудь и ты в процессе движения открываешь этот шкафчик но ты же не рассчитываешь что оттуда все повалится ну как правило не рассчитывать обычный пользователь или ты пригласил гостей на лодку у кого опыта мало но он взял открыл не думает этот шкафчик понятно что опытный моряк подумай перед тем как сделать а много пользователей кто просто пользователя инструкции читают только после того как шкафчик откроет если если то подобная проблема если подобная проблема существует вот туда в этом шкафчике конечно же просилась бы ограничитель вот но собственно говоря все да ограничители были доставшие для того чтобы посуды не выпадал при качке но бортовой качке на катамаране ну это такой редкий случай что я не знаю для того чтобы посуда падала из шкафчика который положил поперек движения на катамаране то есть должно быть достаточно серьезное волнение на море что было сначала до такой степени ну вот да если там нет ограничитель для посуды то его следует конечно остановить и я обязательно по этому поводу сверху пообщаюсь кстати говоря фонтан пижо очень достаточно чутко относится к пожеланиям клиентов которые мы передаем мы как дилеры передаем вот и каждым разом что-то исправляют и пытаются исправить эти ошибки вот по поводу вытяжки второй вопрос вытяжка да вытяжка как вытяжка там невозможно потому что там некуда вытягивать да но какой-то жироуловитель или там теплоуловитель какой-то поставить чтобы обготовки так сказать парни поднимался до шкафа это конечно да если это наверно просится я думаю что его не установили опять же только из эстетических соображений чтобы не портить общий дизайн камбуза ну и вообще интерьера салона водки и так далее наверное он кроется если активно и происходит в приготовлении пищи на лодке то шкаф конечно очень быстро покроет суши ну ладно раз мы про волнение заговорили посуду прокачку у нас тут вопрос есть в ютюбе нам задали как себя ведет катамаран это вопрос коли больше он все-таки на лодке ходит так вся катамарана ведет на волнение если ограничение по мореходности у катамарана но про ограничение я наверно сразу скажу что можно почитать инструкцию открытие там написано про ограничение волнения в которой может катамаран ходить плюс надо смотреть прогноз погоды и мы ходили на этом океане катамаране и в атлантическом океане в принципе я бы не сказал что ему там прям страшна какая-то волна или сильный ветер но всегда надо думать и в плохую погоду лучше причалось стоять или в кабаке где-нибудь сидеть и истории рассказывать морские а в хорошем насхлаждаться кое что скажешь по поводу мореходность лодки ну всегда надо скорость выбирать в зависимости от направления волн и ветра да понятно то есть надо подбирать такую скорость чтобы не сильно било либо да либо в нос либо в корму либо бок поэтому я ходил пора в разную погоду я считаю что достаточно хорошо управляется и швартовка боковой ветер там в любой ветер в общем достаточно такой безопасные при приемных навыках достаточно безопасные можно шартоваться не но я понял что слушатель спрашивает как вот как в море выходишь до волна там метра два короткая волна у нас на дрятики как катамаран себя ведет когда ты идешь против волны бортом кого не потому что ну наверно когда идешь ты носом к волне тебя просто так вот по-хорошему потряхивает что за боковой качкой сильно ли приходится на катамаране держаться и там же летают все наверно ну боковая качка присутствует но в зависимости все от скорости то есть я выбрал такую скорость чтобы она была минимальной и самое главное закрывать все все боковые окна с той стороны откуда идет волна потому что брызгает очень хорошо сбоку и благо если брызгает в нос там есть дворники достаточно удобно изнутри управлять достаточно удобно тоже управлять с флайбриджа потому что там отсекается потоком воздуха отсекаются такие брызги достаточно большие конечно волны не отсекаются большие брызги но при небольшой волне там где-то до двух метров достаточно комфортно на нем ходить в любую волну с какой бы страны она не приходила понятно но да я ходил ходил на этом катамаране плохую погоду и скажу что он большой катамаран 44 ведет себя намного лучше и на нем более комфортно чем конечно на 37 это чувствуется и ну надо просто не газовать и ехать спокойно себе если волнение будет достаточно комфортно внутри сидишь пьешь кофеечек тебя не как на парусной лодке заливая там тепло сухо хорошо в любую качку в принципе любую непогоду можно пережить два двигателя если с одним что случится на другом вы так или иначе куда-нибудь уедете поэтому мощности достаточно мы всегда выбираем наши компании мощные двигатели в пользу экономии топлива в пользу дольшего срока эксплуатации двигателей и в пользу того что в случае экстремальной ситуации вы всегда можете воспользоваться дополнительной мощностью нормально уехать я прав коля хорошо же с мощным двигателем на лодке да вот у меня как раз когда вы случилась проблема с одним двигателем и отшвартовывался на одном двигателе потом встал на якорь осватывался достаточно комфортно можно уйти на любом двигателе достаточно мощный потом я встал на якорь разобрался как где этот находится выключатель напрямую чтобы законнектиться и все и дальше пошел уже на двух двигателях то есть на одном двигателе тоже достаточно комфортно и достаточно мощные двигатели чтобы не чувствовать такого прям сильного дискомфорта от потери скорости понятно спасибо у нас тут кстати в зуме был максим волков но он куда-то подевался если не ошибаюсь я сейчас как раз открыл файлик открыл файлик который антон прислал здесь от верфи основная информация и сейчас спущусь пониже тут есть очень интересные интересное сравнение с другими лодками сейчас мы уйдем пониже вот кстати как расположены двигатели здесь видно что при наличии ps двигателя занимают достаточно мало места малополезного объема который можно отдать пользователям катамарана шкиперу экипажу владельцу чтобы они там комфортно отдыхали и наслаждались этой историей на двигателе на этой лодке возможны 350 400 и 600 айпес то есть 260 300 и 435 лошадиных сил антон я правильно понимаю что все третье опции доступны или уже две маленькие не стоят сейчас эта таблица была при в момент появление модели сейчас изменилось вольво изменил собственно говоря линейку да и сейчас идет опять опять пятьсот по два по триста лошадиных сил по моему и опять пятьсот два по триста семьдесят и также осталось на пирс шестьсот два по 435 немножко поменял 260 невозможно поставить на данный момент понятно 260 недоступно 300 370 или 435 здесь смотри пишут что если топлива на лодке нету то можно до 30 узлов разогнаться здесь не смешно или антон не слышал шутку повторить или и они да я не давай я шутку повторю после слова шутка можете начинать смеяться смотри при отсутствии топлива на лодке можно разогнаться до 30 узлов лишь написано да я понял да действительно я разгонялся могу так ну ладно мы сейчас должны к самому интересному перейти жалко нас максим волков покинул ну как покинул ушел из чата и надеюсь у нас не покинул сейчас 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 мы дойдем в сравнение катамарана с другими с другими лодками фонтейн сравнивает с однокорпусными но есть у нас еще конкурент прямой конкурент 44 мая это акила 44 которая делается в азии если не ошибаюсь да антон акила но ты про конкурент мы про конкурентов начали говорить почему и мая лучше других лодок я честно считаю что на рынке в 44 футах даже моторных однокорпусных лодок лучше сейчас но вот что ты скажешь за акилу если ты это знаешь лодку или против нее и у нас кстати мы при подготовке к эфиру посмотрели несколько статей чем акила лучше чем хуже ма 44 но сначала скажешь ты а потом я тебе я я тебя потом посвящу в это дело если говорить про конкурентов вообще и про акилу в частности акила выгодно отличаются кстати говоря многие других конкурентов тем что акила спроектирована как моторная вот потому что большинство конкурентов таких как науки тэк там 42 по моему до леопард 43 до моторных маран и так далее все они сделаны на базе парусных катамаранов путем доску срезания мачты установки более мощных двигателей вот так же делает в том числе и лагуны и и же с ними значит соответственно у нас остается организация пространства такая как на парусном катамаране я верю что это там хуже или так далее но моторная лодка должна обладать определенным чертами моторной яхты вот как например большую флайбридиум да вот на 44 до фонтан пежо май 44 мы видим во флайбридиум вообще по всю площадь крыши по зла и по зла и вообще чемпион антон катамаран послая лучше него совсем совсем ничего нет да опять же мы видим большой большой салон который закрывается движными дверьми то есть опять же это отличие от архитектуры парусных катамаранов а вот которые так разделены там напополам салон поменьше там коктит побольше вот сколько все там встроенные диваны у моторных яхт свои особенности расположения интерьеров и май 44 это на сто процентов это моторная я проектировал ее другой дизайнер не тот который проектирует парусный катамаран а именно моторных геранжево андриане который сделал много еще моторных яхт свои большие баллы больших оборот поэтому действительно если сравнивать конкурентами то и наверно таким ближе всего против я смотрел на это я был да да а где ты был я был на выставке мульти холл бот шоу в 2000 году год назад ровно в апреле месяце но и чё ты вот прям так на конкуренты зашел и тебя оттуда не выгнали а кто тебя лодку показывал мне показывал максим вот-вот я как раз сажалел только что он отошел очень прошу не зашел ты им говоришь что вот моя лодка лучше чем макила или сравнение приводишь другие лодки когда рассказываешь когда нахвали я никогда не вот эти тем категориями лучше или хуже игра не оперируют я говорю только о преимуществах и недостатках лучше хуже это субъективная такая такая вещь поэтому скажем макила ну это на 100 процентов американский дизайн американский дизайн интерьер очень много таких для комфорта она для комфорта в море она больше мореходная конечно лодка нежели для отдыха каких-то знаешь подстаканников всяких там диванов в любом месте значит ты можешь присесть значит в любом месте может поставить стакан в любом месте кстати говоря кстати про стакан кстати про стакан у меня тут стакан отобрали сказали что сказали что мне нельзя больше пить а то весь эфир я могу слеть вам хорошо слушать и вы можете слушать и употреблять а в эфире на работе нельзя пить на работе смотри по 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 акили ваке ли что хорошо извините я перебил по акили знаешь что хорошо там есть вал и вот прям единственный плюс больше плюсов нет еще есть один плюс сказали что с флайбриджа можно я был на лодке и сам видел с флайбриджа можно вот так спуститься на в копе носовой ну на но спуститься больше плюсов нет все на теле ужасная платформа нельзя поставить тендер то есть у как у старых каких-то катамаранов между поплавков пространство где ты должен там тендер поднимать опускать то есть вообще отсутствует платформа как таковая ужасная лестница маленький флайбридж но я думаю что вот по мореходным качеством и из из-за того что там волы она прям вот неубиваемая ходит 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 и ходит я хочу сказать по поводу по поводу волок там не помимо воли это практично несомненно волны это надежно в какой-то степени но мы же говорим про волосы которые не предназначены для того чтобы ходить возле света а не предназначены даже для того чтобы уходить в круизы там недельные без подхода к берегу да то есть ну это такое преимущество очень относительно то есть поскольку вот предназначен для того чтобы ты мог на два на три дня там уйти там отдохнуть от порта до порта по средиземному морю вот здесь важны конечно вот экономическую удобство швартов когда тебе по два раза в день там приходится пришвартовываться а швартовываться да и так далее и зачастую там опять же вы приглашая гостей сдавая лодку в чартак вот люди приходят с разным опытом возможность важнее даже это удобство в управлении чем практичных для длительных переходов там приходу как ты говоришь ну все равно там 20-30 узлов ветер никто не пойдет отдыхать на море купаться ну ладно сейчас зрители у нас тут антон сейчас зрители у нас уснут надо что-нибудь повеселее сказать да то мы тут с тобой можем так долго говорить за стаканом или без стакана но неважно можем долго говорить на картинке фонтейн показывает нам сравнение с 50 футовыми однокорпусными лодками видно что и май 44 прямо бьет все однокорпусные и практически все 50 футовые однокорпусные лодки он бьет по цене наверно опциями можно конечно уйти в космос антон вот тут просит прислал нам я не но мы не будем наверно ковыряться просто посмотрим сколько стоят опции пакет пакет опять 630 тысяч евро стоит дополнительно у нас ковровое покрытие в салоне и каютах стоит 4 тысячи евро можно ковры самому пошить и все это сделать дело но вот если кого-то заинтересует покупка лодки это кантону он все расскажет а потом ко мне можно прийти и я все эти опции подрежу и все и купите лодку антона по нормальной цене данта но сейчас действительно идет там таблица который ты сказал сравнивать 50 футовыми однокорпусниками но по объемам это лодку реально надо сравнить 65 футовыми примерно а там по цене даже говорить не о чем-то насколько цена будет в разу в два меньше чем у 60 футовики ну ясно слушай ну она нам нам же нужно драйв какой-то вводить в нашей беседе да все-таки зрители уже начинают скучать кто-то наверное из youtube от нам отвалился но я смотрю вот у нас зуми такие стабильные они вот только что прям один ушел куда-то делся ладно давайте мы пригласим григория аксенова если он конечно захочет включиться с нами в трансляцию гриш привет да 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 я немножко уже придремал если честно да вот я тоже подумал что надо надо разбавлять как-то всю эту ситуацию стандартный вопрос тебе как там козы козы отлично козы отлично хорошо у нас почему-то слушай но на чем за заморозки до сих пор понятно а у тебя может есть какой-нибудь антону окопову вопрос подвохом может ты вот как завернешь вы же давно в этой дилерской истории играетесь может у тебя уже заготовлено что нибудь не чтобы нет ну зарвать чтобы эфир взорвать взорвать эфир да нет сегодня наверное воздержусь но что отличная лодка катамаран моторный действительно как бы сказать 22 объема за те же деньги ну отлично и что надо брать сразу после все это рассосется наверное буду думать о покупке кому покупать лодку пойдешь к антону конечно понятно слушай ну смотри антон у нас молодец он первый дилер который не испугался выйти в эфир и и вот взять ответить на все вопросы то есть ты представляешь мы можем мы сейчас его можем о чем угодно спросить и он при всех никогда потом больше не отмажется потому что это все в записи идет он потом сможет он не сможет отмазаться мы все что угодно спросить вот кстати вопрос как на катамаране реализована защита от воды в топливе какой интересный вопрос антон мне тоже кстати интересно я не буду рассказывать почему мне это интересно но давайте расскажешь как реализована защита от воды на катамаране в топливе от воды в топливе Я думаю, что защита от воды в топливе организована точно так же, как на одной корпусе суда. Молодец. Правильно ответил, садись 5 баллов. Но, помимо всего прочего, на все фонтенны пыжок «Камарана», помимо вольвовского топливного фильтра, ставят ракоровские фильтры, которые с сепараторами воды. Ну и, собственно, все. Никаких больше волшебных вещей не предусмотрено. А если вода в топливо попала, мы ее можем слить? Я задаю вопрос, кто лодку эксплуатирует, задаю вопрос тому, кто лодку продает. Значит, смотри, вопрос. Я тебя не проверяю, это мне пишут здесь сейчас, и я тебе передаю. Я тут наполовину ведущий, наполовину эксплуататор всех этих лодок и активный пользователь их. Поэтому я сейчас прикинусь ведущим, как будто я ничего не знаю. Значит, вопрос от Алексея. Имеется ли возможность слить воду не на берегу, если она попала в топливный танк? Я надеюсь, я правильный вопрос понял. Отвечай. Если вода попала в бак, если это незначительное количество, вы сможете ее слить из сепаратора в фильтре топливном. А если вы залили воду в бак, то, наверное, вам придется это делать. Это делать, это делать. Не, можно не на берегу. Баки можно осушить, залить новое топливо. Да, давай я тебя спасу. Короче, если у вас вода в топливе, вы всю эту байду, которую у вас в танке, вы должны вылить, всю историю промыть. И нормальное топливо залить. А если вы запустили... Но это можно сделать на воде. Конечно, на воде, да. А если вы... Да, да, понятно, что на воде. А если вы движки запустили, и у вас водичка попала в топливную систему, то вам тут сервис Вольво Пента сразу привет передает пламенный, сует щита огромные еще до начала работы и рассказывает о том, как менять ТНВД, как менять форсунки и как делать промывку всей топливной системы. Поэтому, если вы знаете, что залили воду, вот прямо не бойтесь, все нафиг сливайте лучше, потому что поменять потом ТНВД форсунки будет куда дороже, чем очистить топливо от воды и заморочиться с очисткой и с чисткой бака. В чартерных компаниях очень часто клиенты, ну как часто, у нас, по-моему, ни разу такого не было, Алексей может меня поправить, Кристиной, может и было, но я об этом не знаю, воду, заливают в топливный танк. Но так как чартерные лодки в основном это парусные маленькие, то там вся эта история достаточно легко очистится и убирается. Да, Леш, что скажешь, у нас бывает вообще топливо, ой, вода в топливных танках заливают? Ну, воду не заливают, конечно, бывает такое, но не то, чтобы это часто. И слава богу, что все, что происходило, это происходило где-то недалеко от баз, в пределах доступности. Для нашей техподдержки, и все это, естественно, быстренько мы приводили в порядок. Для нашей техподдержки решаемых вопросов не бывает. В общем, тут говорят, что фильтр какой-нибудь может от воды помочь. Ну, не, на самом деле фильтр от стоник, если у вас воды куча в топливе, не поможет. Вам, я даже секрет открою для тех, кто слышал сейчас. На самом деле, там же есть на Volvo сигнализация наличия воды в топливе, то есть, когда уровень в сепараторе поднимается выше определенного уровня воды, срабатывает сигнализация. Как минимум, вода в топливе, да. Плавали, плавали, знаем. Короче, когда воды нет, она срабатывает, когда вода есть, она не срабатывает. Но ты знаешь, как все это работает. Volvo на этом деньги зарабатывает. Давайте не будем от зрителей скрывать правду. Вы можете прямо сейчас записать. Страховка от воды в топливе вам не поможет. Парам-парам-пам. Так и есть. Но я хотел заметить, что это не особенность с Антоном Бижоу конкретно. Да-да-да. Вот, кстати, мы сейчас с Антоном, как с главным спикером нашим, общаемся. Это вот никакой, конечно, не камень в огород Фонтейна. Вот я даже больше скажу, что с высоты своего небольшого опыта и роста верю в то, что все лодки прям одинаковые, одинаковые, практически отличаются дизайном, отличаются подходом к производству на, ну, на производстве на верфи. А материалы, комплектующие, вот Volvo, Penta, движки везде стоят, да, Raymarine, Garmin, навигацию везде ставят. Но в основном ломаются вот все эти комплектующие. Пластик, пластик он везде, и в Африке пластик. Где-то что-то могут плохо прикрутить. Фонтейн еще не самый худший вариант. И по многим параметрам лучший, как мы это видим, и по расходу топлива, и по дизайну, и даже по постпродажам и обслуживанию, кстати, они очень хорошо работают. Нареканий особых нету вот к Антону. Антон, спасибо, и Антон, как дилер, нам всегда помогает. Антон, ну что, я заработал скидочку тут дополнительную, расхваливаю тебя. Обсудим. Обсудим, конечно, обсудим. Мы в эфир хотели пригласить даже клиентов, чтобы они нам рассказали, какие у них ощущения от катамарана. И я не буду говорить фамилию клиента. Мы ему написали, он, короче, отказался. Ну, клиент прям такой вот. Все его знают, но он отказался. Жалко. А больше клиентов все что-то не захотело с нами общаться. Видимо, так очень лодка нравится, что даже сказать нечего. Да? Да, Антон? Я уверен, что нравится, потому что, когда она появилась, ну, это реально было что-то необычное, уникальное. Я бы сказал, что она до сих пор, в общем-то, достаточно уникальна, да? Но заниматься разработкой моторного катамарана, именно как моторной яхты, да? Мне кажется, никто из массовых, в случае, производителей, кроме Фантома и Пежо, до сих пор к этому не пришел еще. Вот. А Фантома, на самом деле, занят уже достаточно давно, и в предыдущей модели тоже были, разрабатывались, именно как моторный катамаран. Вот. Ну да, Фантейн, Фантейн был впереди планеты всей по моторным катам. Они когда представили, они первый, 44-й же представили на выставке в Дюссельдорфе, как раз года два или три назад. Да. Да, и он вот, ну, прям на всех впечатления произвел на катамаранах, там толпы народу стояло, все заходили, все в первую очередь говорили, какая офигенная лодка, но давайте поменяем дизайн этой лодки, ну, внутри интерьера. Но потом Фантейн доработал всю эту историю, и лодка стала действительно приемлемой. Слушай, у нас тут, короче, это, камень опять в твой огород, я сейчас запулю его, смотри, утка. Я фотографию на экран вывел. Утка, смотри, как она стоит. В общем, ее вырывают, говорят, что конструкторов, кто вот ее так ставил, нужно в воду на котле сжарить. Прокомментируйте. А есть фотографии вырванной утки вот такие? Есть на другой лодке, и это не Фантейн. Не-не-не, вот по Фантейн бежу, есть фотографии вырванной утки вот в эту месть? Да не, проблема же не в том, что утку взять... Да-да-да, ну, ты правильно, молодец, защищаешься, супер. Смотри, проблема же не в том, что утку вырывает, проблема в том, что на нее нагрузка распределяется неправильно, там идут паучки, декоративное покрытие начинает потрескиваться. Ну, кстати, это вот прямо, это не Фантейн только, да, мы просто сейчас говорим о Фантейне, и говорим, что на лодках есть такие проблемы. И, в общем, ее начинает расшатывать иногда, декоративное покрытие трескается, и становится такой, ну, непригодный вид у нее. А пауки, как мы знаем, с гельхоута практически не убрать. Очень тяжело. У нас один только человек в мире есть, это Витя, он на нас работает, только он может убрать пауки. А больше никто не может. Вот, в общем, в этом косяк, Антон. Ну, вот, дело вот в чем. Надводный борт высокий на лодке, да, на этой. И если ставить на, как бы, вот верхнюю часть вот этого фальшборта, да, она получится высоко, и тогда будет тянуть вниз, если у тебя низкий причал. Да, если ставить на платформу, на часть платформы, то будет, опять же, смешнее. Поэтому поставили вот здесь, посередине. Слушай, ну, на платформу, кстати, вот, многие производители, там, на однокорпусных лодках, на моторках, они не ставят утки на платформу, чтобы можно было спокойно завести шпринги. Когда лодка стоит кормой к причалу, очень удобно. А иначе у тебя на платформе тендер, там, гидроцикл, еще может что-нибудь, и тебе веревку не кинуть, ну, шпринг не завести. И у тебя ее мотыляет по причалу, бьет об другие пароходы, и лодка, ну, как, извиняюсь за выражение, детей уберите от экрана, как сраный веник ее туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот, утки на платформе прям очень нужны. И вот так тоже утки желательно не ставить, их прям рвет с корнем. Ну, мы на платформе, вот, на кормовой, ну, естественно, не той части, которая гидравлическая, а которая корпусу. Да, мы на одной лодке, которую мы, значит, сдавали своему клиенту, поставили дополнительные утки, вот. Для него это примерно полчаса времени, приблизительно, вот, установка этих уток, я лично их там ставил, посмотрим, как это тебя покажет. Вот. В общем, это не проблема. Понимаете, дело вот сейчас. Дело в том, что мы ставим узкую платформу, да, мы, значит, затрудняем ход-выход, там, так сказать, да, наверное, на берег. Вот. То есть, это дополнительная, наверное, опасность, да, ты тебе посадки-выски-всажеры. Вот. Есть во всем, в любом решении есть плюсы и минусы. Ладно, Антон, спасибо. Ты вот прям супер, короче, отвечаешь и держишься молотком так. Я думал, будет веселее, ты будешь там сыпаться, я тебя буду подкалывать, но ты прям бодряком-бодряком, вообще класс. Я не знаю, что-то вопросов больше нету, если кто-то что-то хочет сказать, вы можете руку в зуме поднять, комментарий в YouTube написать. Все, кто смотрит в YouTube, а, уже 17 человек, да? Ну, тоже. Я думаю, что потом еще в записи много кто посмотрит. Вы подписывайтесь, там, лайки ставьте, шерьте. Если кто-то хочет сейчас еще в эфире какой-то вопросик задать, можете подключиться. Я могу вас не выводить на экран, вы можете инкогнито там комментарий написать какой-нибудь, вот Антону пока он здесь. А я пока покажу, как выглядит мой монитор сейчас, когда я с вами со всеми работаю. Вот так вот он у меня выглядит, и так я управляю всей трансляцией. Наверху там у меня зум, и я подключаю пользователей. Короче, вот у меня глаза туда-сюда бегают, поэтому, когда они бегают, вы не думайте, что я отвлекаюсь. Я, наоборот, весь внимание и всех слушаю. Антон, ты хотел что-то сказать? Да, Сергей, у нас вот в зуме подключил клиент, который мой друг, я не покупатель лодки, у которого лодка стоит уже в лярошеле и не может отсюда выйти из-за коридновируса. 44 мая 44, она уже была построена в декабре, и до сих пор ждет его там. Вот он в чат там пишет, что хотел бы оставить отзыв, но он не может, поскольку лодка до сих пор стоит. Можно же отзыв отставить. Мы же знаем этого клиента, мы с ним общались, и можно отзыв оставить о том, какие мы приятные люди, как с нами интересно общаться. Даже после того, когда клиент отдал полностью всю сумму за лодку, мы не сбегаем, ну я точно не сбегаю, не я продавал, ты продавал лодку, а мы помогали организовывать перегон этой лодки. К сожалению, да, он еще не состоялся, но уже, уже надеюсь, там в июне откроют границы европейские, и мы вот сможем прям взять, и все дружно поехать на яхты. Я сам сижу на берегу, в общем-то, поэтому и занялся тут онлайн вещанием, но надеюсь, надеюсь, что скоро нас уже всех выпустят в море, и мы сможем всей этой историей насладиться. Тебя вкакали-то, что там яхт вкрыл. Да, так это у меня экран транслируется, но ничего страшного, пусть они к нам тоже в эфир приходят, что-нибудь расскажут, и покажут. Они вон какие обзоры делают, отличные обзоры, они рассказывают, какие шкафчики, где открываются, какая мебель красивая, а мы, видишь, сколько технических моментов затронутся, так что мы не только говорим о том, что лодка белая и быстрая, и какая она там, большая, мы еще говорим, что на ней куча косяков, над которыми можно работать, ну, на любой лодке, на любая лодка, это вот одна большая дача, где вы будете постоянно, постоянно, либо управляющая компания трудится. Короче, значит, у нас это второй эфир. Второй. Я уже повеселей, в первый эфир я прям вообще был, такой весь, зажатый, был, был, был очень стеснительный. Сейчас уже полегче идет, несмотря на технические трудности, которые у нас возникли в самом начале. У нас эфиры будут пока, там, понедельник, среда, пятница, и суббота. В субботу мы готовим офигенный эфир. Мы расскажем о том, как на яхтах перевозят нелегалов, как на яхтах перевозят нелегалов и как угоняют лодки. Мы поделимся собственным опытом. Мы сами лодки не угоняли и нелегалов не перевозили. Но мы знаем, что наши лодки для этого может быть использовали, может быть нет. Но, в общем, мы поделимся опытом, подготовим материал. Материал будет офигенный. Это, на самом деле, актуальная тема. Про нее мало кто говорит, мало кто пишет. Но это прям огромный, огромный такой пласт жизни яхтины, который существует, о котором никто ничего не говорит. И мы попытаемся эту тему поднять и рассказать. Нам действительно есть, что рассказать. У нас очень много, много, много прям всего. И вас, если что-то интересует, вы, конечно, спрашиваете. Я, кстати, немножко приоткрою глаза на эфир, который был в субботу. Мы даже расскажем, что надо делать, чтобы, если вас примет Косгард, полиция, чтобы вы поменьше срок отмотали в тюрьме. Вот мы знаем, как нужно подготовиться к тому, чтобы где-нибудь в Италии или в Греции поменьше срок получить. Да, слушай, вот, Антон, еще вопрос один. 44-й будет какой-нибудь преемник этой лодки? Будет развитие этой модели? Собираются что-то менять концептуально или будут над этой моделью работать без перерыва и улучшать ее? В этом размере? То есть, нет... Да, ну вот, 44-ю будут менять на 45-ю или будут вот на 44-й работать, пока не сделают из нее лучшую лодку в мире. Хотя она и так уже в 2018-м стала лучшей в этом размере. Вы знаете, на данный момент нет планов с ее... Только некий рестайлинг, который и так происходит ежегодно. Вот. Погромче немножко, пожалуйста. Смена модели непосредственно пока не предусматрена, да? Смена модели. Рестайлинг происходит каждый год. В любом случае. Но менять 44-й на 45-й или на 43-й пока планов нет. Вот. То есть, сейчас вышел там флагман 67-й, да? Мотор-Йод 67. Вот. И следующее мы ждем появления модели в районе 60-ти футов. Да, или там, не знаю, 50-ти восьми, там, 50-ти с чем-то. Ну ты, Антон, Антон, как... Антон, если Верь захочет поменять, ты нам скажи, мы свою на продажу сразу выставим, только заранее инсайт, чтобы ценник не упал. Понял? Мы поэтому только тебя и спрашиваем. Я думаю, вряд ли это зрителям интересно. 44-я модель на сегодняшний день самая популярная из моторных лодок Фонтен-Пежо. То есть, ни 37, ни 40, ни 67 такой популярностью не обладают. То есть, 44-я, это самая длинная очередь на них была и есть. А когда доступно? Ну вот сейчас, с учетом, конечно, кризиса, сложно, наверное, точно сказать. Сейчас немножко нелепо об этом говорить, поскольку сейчас очень все может поменяться в течение, да, но если говорить на начало, на момент начала марта, он доступен был только на 21-й год. Понятно, понятно. Слушай, спасибо большое. Так, ну что, а, вот, говорят, что у нас все впереди, что лодку мы перегоним. Я сейчас комментарий открыл, в зуме, то, что люди пишут, ну да, 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 в общем-то, больше особых комментариев нету, ну ладно, к нашим эфирам привыкнут рано или поздно, мы, знаешь, возьмем не нытьем, да катанием, поэтому будут и больше народу в эфир собираться, и вопросов будут больше задавать. Антон, я надеюсь, ты будешь участвовать в наших следующих эфирах, мы очень рады сотрудничать с тобой, ты приятный собеседник, ну и вообще, ты человек, хороший, прям очень хороший, поцеловал бы, обнял бы тебя, но не могу, далеко, хотя руки у меня длинные, могу дотянуться до тебя и студии своей. буду участвовать, и даже если не участвовать, то слушать и смотреть всегда буду, конечно, каждый еще. Понятно, спасибо большое. Спасибо вам. А, вот, подожди, тут еще нас просят повисеть немножко в эфире и что-то нам рассказать. А, Дмитрий, значит, наш постоянный слушатель, Дмитрий, ты его знаешь, спрашивает, а 40-ой размер, это ближе к 37-ому или к 44-ому? Есть, кстати, 40-ое, май 40, хорошая лодочка. Ответь ты, я не буду на этот вопрос отвечать, ты скажи давай. Да, однозначно, это копия 44-ого, да, отличие минимальное, милости просим, на там наш веб-сайт или на веб-сайт Fontaine Peugeot, отличие минимальное, он очень-очень напоминает 44-ый, конечно, с 37-ым там даже близко не стоит, это... По компоновке имеется в виду. Вот, я его сейчас включил, посмотрите, он такой же прям как 44-ый, только, наверное, поменьше. Вот компоновка внутри такая же, как у 44-ого или ближе к 37-ому к малышу? А, вот, ответ на вопрос сразу. Ну, скажи... скажи, как у 44-ого. Да, у него нету 4-ой лесовой каюты, шкиперской или детской, да, то есть, у него 3 каюты фактически. Расположение точно такое же. Внутри в салоне один диван, точно такой же, как на 44-ом, на 44-ом 2, там есть с другой стороны диваночка. Вот, все остальное в каких-то деталях мелких. А, флайбридж, флайбридж, практически 100% тот же самый. Вот, носовой кокпит, то есть, тут тоже, тут тоже такой же. Вот, то есть, салон чуть поменьше, нету носовой каюты, вот этот 4-ый. Ну, и все, собственно говоря. Ну, и все, все немножко поменьше. Чуть поменьше мастер каюта, чуть поменьше вип-каюта. Вот, кокпит, кокпит равнозначный, салон немножко поменьше, флайбридж практически такой. Ну, я был на этой лодке на воде, мне даже удалось несколько дней, как ты знаешь, на ней провести. Ну, вот, когда приятное впечатление производят. От 44-ого, конечно, есть отличия, и для тех людей, кто ходил на 44-ом, сразу же чувствуется. Но, тот объем, который удается создавать на 40 футах, просто колоссальный. Находишься внутри, такое ощущение, что ты на 60-футовой, там, 50-футовой, 55-футовой, 54-футовой моторной яхте. То есть, ну, прям объем, 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 флайбридж большой, каюты просторные. Ну, удается, удается людям все-таки нормальные лодки делать, да, где-то. Так, все. очень удачно. Вопросы, есть еще вопросы? Антон, может, ты что-то хочешь сказать особенного? Нет, тебе слово дать, а тут мы тебе спрашиваем, может, ты что-нибудь от себя хочешь сказать? от тебя, от тебя, от тебя. От тебя я хочу сказать только то, что когда только появился 24 мая, 44, да, для меня это был, это был приятный, отец, шок, на что за, 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 за этот бюджет, да, в этом размере дневной, может получить такой уровень обитательности и комфорта. Вот и все. А потом еще после первого тест-драйва, когда мне удалось сделать каких-то 29-ти узлов, вот, то, как она вела себя на скорость, это тоже было откровение определенное, сколько вот, сейчас она не имела такого, не выграла ног, да, не знаю, вот, при этом, вроде бы, если даже динамирование, не чувствую, что она там выходит как-то смазмитировано, конечно, было, вот, но управляемость на скорость даже не имеет шикарный, как моторная яхта, наверное, катамаран, это просто великолепное решение. Понятно, Антон, спасибо большое, будем заканчивать, а то мы своим гундежом тут всех уже, наверное, усыпили, и люди под наш, под наш, под наш вечерний разговорчик хорошо засыпают, нам надо регулярно людей так спать укладывать, они привыкнут и будут нас всегда-всегда слушать. Всем спасибо, всем, кто слушал, мы после этой трансляции хотим поиграть у виртуального шкипера, будет тоже трансляция, кто хочет, может присоединиться, я думаю, через полчасика мы запустим эту игру и попробуем устроить виртуальную регату, сейчас все гоняются в эти виртуальные регаты, мы еще не пробовали в этот колхоз залезать, но хотим попробовать, посмотрим, может из этого что-нибудь получится, такое убийство времени, но может это будет интересно, кто знает. Всем спасибо, всем спасибо, вот, нет, что-то пишут, сейчас, секундочку, это не мне, все, до свидания, увидимся в субботу, не забывайте, что мы расскажем про то, как перевести нелегалов и получить за это меньший срок, не забывайте, слушайте нас, все, всем спасибо, до свидания, я отключаюсь, можете оставлять комментарии, Антон, спасибо, спасибо, Кристина, спасибо, Леша, Коля, спасибо всем, кто тут присутствует, всем нашим клиентам и не клиентам, в общем, всем, 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 всем пока, всех целую.